И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, ясю записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей уже дефолтной, любимейшей рубрике игровых видосов. И сегодня у нас на повестке дня одно очень интересное сочетание, и это, можно так сказать, продолжение лучших комбинаций по советам подписчиков и тех ребят, которые вместе со мной играют. Вчера мне что-то с тремя вечером, что Артемочка на голосе сказал одну простую вещь, ты дикомолот записывал? Я говорю, нет, не записывал, а что там с дикомолотом? Он говорит, дикомолот с бландербасом, что-то невероятное творит. Я сегодня отправился в матчмейкинг, дабы это все дело проверить, и был приятно удивлен, приятно удивлен результатом и готов вместе с вами и теперь всем этим делом поделиться, сыграть пару боев в матчмейкинге. Я играл два боя в контроле точек, но на видос я думаю, что можно будет попробовать даже сыграть в TDM, сыграть в условном там каком-нибудь даже регби и посмотреть, что будет показывать данное вооружение. Что касаемо дрона, то мы используем, конечно же, бустер, бландербас на молот, ну и диктатор как лучший корпус за последнее время в игре. Да, многие с этим не соглашаются, многие говорят, что это не так, но я уже с уверенностью могу вам сказать, что это лучший корпус для набора очков в матчмейкинге на данный период времени. На нем за счет саппорта, за счет грамотных прожатых овердрайвов можно очень-очень много дополнительных очков забирать, и даже тот же Викинг порой, да почти всегда он не даст вам столько же очков, сколько может дать этот замечательный корпус. Отправляемся в командный бой, в чем же плюсы бландербаса? Это молот с лишь одним выстрелом в обоими и с повышенным критическим уроном, также у него повышенная разброска дроби, но за счет этой повышенной разброски дроби и за счет повышенного критического урона можно творить вот такие вот, например, выстрелы. Просто вот где бы я бы, например, смог бы нанести со слагеря там тысячу, может даже меньше хп из-за того, что расстояние было бы большое, то здесь это максималочка и она залетает очень жестко. Здесь можно даже считать выстрелы, да, например, вы выдаете первый выстрел, он у вас без критического урона, он, например, не наносит там большого количества хп, то вы знаете, что через два, ну максимум три выстрела, у вас уже следующий выстрел будет критический и уже когда у вас будет критический урон, вы уже можете как бы подстроиться и за счет большего охвата, например, вы видите там два-три танка, с большого расстояния по ним даете и получается вы можете сразу кучностью поймать там два-три танка, им там достаточно, чтобы хоть 50 урона залетело, если это критический, то он пройдет максимальный. И это очень грамотно и эффективно работает. Также это работает и с овердрайвом диктатора, вы можете просто прожимая овердрайв вот такой выстрел давать, просто подвоим сразу крит и за счет этого крита, ну вот, будет там три танка в диапазоне, вот как сейчас, например, я нанес и по всем будет критический урон, вы все три танка сможете суетнуть, уничтожить, развалить. Прикольно? Прикольно, очень прикольно. Я когда сыграл первый бой и когда у меня был счет на Дюссельдорфе 20 на 1 ЦП, я такой, чего? Как так? Как это вообще работает? Да, вот видите, я уже здесь 8 киллов сделал, хотя загрузился в катку, которая была начатая, которая уже, ну, почти наполовину была сыграна, и при этом у меня уже первое место, да, ну вы понимаете, что может происходить в нулевых катках, и это еще ТДМка, ну, хорошая в принципе карта, да, но я уже сказал, она была начатая, она была не с нуля. Пробуем накидать здесь урону, заезжаем. По моим видениям, да, как бы наблюдением, я каждый третий выстрел стабильно наношу критический урон, да, бывает такое, что даже за два выстрела крит залетает, бывает, что крит залетает за четыре выстрела, но в среднем это всегда каждые три выстрела у вас с бландербасом критический урон. И по сути можно даже к нему подготовиться и уже знать, ага, там дальше будет у тебя крит, это значит, что можно сейчас, например, дать, ну, такой, может быть, более аккуратный выстрел, а следующий уже с расценкой на больший разброс, да, и как можно больше танков зацепить. Я вчера на стриме, когда викинга взял, с бландербаса сумел зацепить за выстрел три танка, и при том, что я их, ну, как бы даже особо специально-то и не подстраивал, да, то есть, ну, так получилось, просто случайно получилось, три танка, хоп, а зато как приятно, когда ты вот так вот с одного выстрела бац, и троечку сразу зацепляешь, да, и при том ты понимаешь, что у тебя только один выстрел в залпе, да, ничего такого сверхъестественного. И это, по сути, является прямая альтернатива страйкеру, да, вот, я очень часто говорю о том, что страйкера, дико страйкер имба, нагибает, разваливает, но есть же ребята, которые на нем не катают, которым, во-первых, он может не нравиться, во-вторых, они могут не уметь на нем играть, так вот, бландербаз, то самое устройство, которое является полноценной альтернативой тому вооружению с замечательным дико страйкером с дистанционным подрывом. Ну что, первый бой, такой себе, конечно, 17 киллов я там дал за буквально минуты 4, ну, кто-то скажет, что это плохой результат, что это не то, что надо, и что это мало, но я вам скажу, что это очень достойно за такой короткий промежуток времени, при том, что я запикался в начатую катку, у меня не было овердрайва сначала, я играл против тех типов, которые были уже с оверами, это шикарнейшие цифры, просто шикарнейшие. Сыграем сейчас регби, ни одной регби-катки я еще на этом дикомолоте не сыграл, поэтому будет очень интересно посмотреть, что он из себя покажет. И в дальнейшем, может быть, мы сыграем еще одну катку, если сейчас эта катка, ну, даже если она и не досрочно закончится, я думаю, что можно будет еще один полноценный боечек сыграть. Что сейвит от данного молота? Сейвит, конечно же, защитник, сейвит, конечно же, броненосец, да, но они в матчмейкинге у нас в последнее время появляются, ну, не столь часто, а вот такие вот выстрелы с критом, шикарные, с большим уроном, залетают довольно часто и довольно приятно. Вот сейчас было бы неплохо поражать здесь вот овердрайв, но я, к сожалению, не сумел дотянуться до тиммейта. Если бы дотянулся, потом бы раздал бы, и как можно было бы с крита, два выстрела полноценных с крита можно нанести на диктаторе, вот так вот, бах, один суетишь, и потом добавляешь второй. И даже, ну, не надо особо прицеливаться на этом устройстве, да, здесь можно иногда стрелять вообще от балды, просто от балды, там, пусть там 100 урона будет наносить тебе молот, ты, главное, разряжаешь тот молот, который у тебя без критического урона, а тот, который с критом даже при 50 урона, даже при 100 урона попадания, он нанесет максималочку, и эта максималочка унесет любого оппонента. Вот весь прикол этого молота. Он не требует какого-то сверх жесткого, нереального скилла. Достаточно просто ехать на пофиге, вот такие там выстрелы по 100 урона кидать, да, потом хоп, скрита, бах, 2,5, троечка, двоечка, спокойно залетать, просто спокойнейшим образом. Ну и плюс еще с диктатора два стабильных критических выстрела. Главное, конечно же, иногда просто ловить оппонента, да, и стараться дать, ну, несколько танков, да, то есть не только там по одному в одиночку там стрелять, а стараться вот там какой-нибудь найти два танчика и именно по двоим суетнуть красивый критический урон, чтобы сразу двоих, например, забрать. Иногда можно там поймать и троих, но это как уже получится. Ну и у меня есть сейчас замечательный... О, хороший, вот видите, двоих поймал. У меня есть овердрайв, сейчас было бы неплохо его бы как-нибудь где-то здесь прожать. У меня уже в упоре начинают кушать по-быстрому. Тиммейт сзади едет. Мы 1-0 ведем, это, кстати, хорошо. 9 килов, 9 килов, не сказать, что много за такую катку, но относительно, например, моей команды, 9 килов выглядят уже неплохо. Попробуем сейчас выстрел дать хороший 1 и... Блин, хотел второй такой по троим сразу, но они быстро умерли. Здесь Хантер отработал на все 100% и я не успел. Вот так вот. Можно, например, еще выдавать выстрелы, сейчас бы, если бы скрита залетела, был бы тоже хороший урончик по двум оппонентам сразу. Пол боя прошло, 300 очков, 300 очков, хороший результат, хороший, хороший, хороший. Можно попробовать здесь дать какие-нибудь 25-20 килов, и если еще мы доставим здесь какие-нибудь мячики, это будет вообще отличный результат. Поэтому стараемся, стараемся наносить этот урончик замечательный. Оп, хорошо, критиком сюда. Оп, добавки. И сейчас еще добавочки по вот этому хоречку. Бах, сюда, 2 700, даже без критического урона. А вот сейчас крит будет, например, оп, а нет, следующий выстрел крит, да? Вот сейчас будет крит. Или даже не сейчас, ничего себе. Иногда даже так долго не прокает критический урон, когда я уже даже еду на 100% и думаю, что, ну вот сейчас точно будет крит, а крита нету. А бывает наоборот. Думаешь, а, ну сейчас выстрел точно без крита, он бах тебе и прокает. То есть здесь он немножко рандомен, конечно, но иногда этот рандом очень-очень приятен. Вот, например, здесь просто с диктатора овердрайва можно стабильно нанести хороший, жесткий урон. Ну и еще и там викинг овердрайв прожал, да? Что он смог сделать со своим овердрайвом на викинге? Правильно. Ничего он не смог сделать. Просто законтрил, просто уничтожил. Без особых проблем. Так, я пока что как-то очень аккуратно играю, да? Хочу выиграть катку, не хочу отдавать победу в этом бою. Может быть из-за этого не так жестко получается ловить оппонента и его уничтожать. Но не забывайте про то, что главная цель, это, конечно же, победа в бою. И поэтому лучше я уж сейчас чуть посейвлю и выиграю катку. Чем я просто постараюсь уничтожить больше и проиграю боёчек. Ну и, как вы видите, извиняюсь, резист тоже особо не сейвит. Да, то есть 4 резиста против от молота. Слово, это, наверное, первая катка, в которой такое большое количество резистов от этой пушки за сегодняшний день. Но с крита ты так же сам наносишь максималочку и спокойнейшим образом уничтожаешь оппонента. Так, хоппер попробует доставить. Дадим ему эту возможность. Пусть попробует. Хорошо, хорючка здесь уничтожаем. Здесь можно попробовать тоже. Может быть... Ой, крит дал по дальнему, а переднего не кританул. Как так? По дальнему залетела критуля красивая. Ну ладно. Одна минутка до конца. У меня есть овердрайв. Было бы неплохо сейчас его грамотно реализовать. Питан хочет прожать купол. На нашем респе у него это получается сделать, но этот купол не будет особо работать. И это, конечно же, плюс для нашей команды. А у меня есть овердрайв, который я постараюсь сейчас реализовать вместе с этим хоппером. Вот так вот. И здесь по двоим. Блин, по второму не залетело, к сожалению. Но ладно, неплохо. Сейвим, сейвим тайминг. Просто сейвим тайминг. Дабы стабильно выиграть эту каточку. Сейчас попробуем подобрать. Шафт мне дает. И я просто в киллзоночку забрасываю. А, там даже киллзоны нет. Отлично. 29 секунд до конца. 100% победная катка. Я думаю, что можно еще одну сыграть. Еще одну сыграть каточку стабильно. К слову, если бы, например, у меня был бы не бустер, а был бы, например, кризис. Я думаю, что с кризисом можно было бы реализовать эту комбинацию еще жестче. Да, то есть вообще для бландербаса кризис подходит просто идеально. За счет того, что у тебя только один выстрел в залпе. Да, ты просто даешь супер повышенный крутой урон с одного выстрела. Переключаешься на дашку, переключаешься на нетру, играешь. И потом просто опять добавляешь, опять добавляешь и уничтожаешь, нагибаешь, разваливаешь. Давайте сыграем ЦП. Тот режим, который я сегодня уже играл, который себя очень хорошо показал. Надеюсь, что сейчас тоже получится его реализовать. Ну, по сути, двадцатку я свою набил. Не сказать, что это сверх большой и крутой результат. Но нужно также брать во внимание то, что вы играете на диктаторе, который вам дает дополнительные очки за саппорт. И за счет этого вы можете бить меньшее количество киллов. Но при этом все равно условный там викинг-харек, который будет там давать 25-30 киллов. Он будет иметь меньшее количество очков, нежели вы с диктатором с 20 киллами. Поэтому это тоже нужно всегда брать во внимание. И не расстраиваться, и не говорить, что типа, ай, да ты там дал 20 киллов всего лишь, то это фигня. Поверьте мне, 20 на диктаторе это очень хороший результат. Понятное дело, что когда вы бьете на этом же самом диктаторе и 30-ку, и 35-ку за катку, то это вообще супер бомбочка. Но даже та же 20-ка на дикте это вполне хороший результат. 3 килла есть, быстрых, песочек нас закидывают 6 на 6. Наверное, ну не самая удачная карта для реализации бландербаса. Но попробуем, попробуем что-то сделать. Не залетает по двум оппонентам сразу. Сразу вкидываем по одному. Сейчас добавляем сразу по двоим. 4 500 по титану, 2 700 по мамонту, плюс 2 килла, плюс очки за саппорт. Молот без крита разряжаем просто в ноль урончика. Потом вот такой вот молот добавляем по двум оппонентам сразу. Ну вот, как-то так. Как-то так получается. Как-то так. И при том, что я вам скажу, вот, это уже получается третья катка за сегодня в ЦП. То есть, две катки я сыграл без видоса, одну на видос. Я вам могу сказать, что в ЦП почему-то бландербас с диктатором реализуется в самом лучшем виде. Вот прям в самом лучшем. То есть, если в регби, там, в ТДМке у меня не особо так жестко что-то получилось, то в ЦПшечке, что там две катки, что тут уже, видите, 12 киллов за 2 минуты. Это очень хороший результат. Ну, может, карта тоже хорошая, удачная. Так, ну ладно, пробуем. Пробуем сейчас их отыгрывать от центрика. Уничтожать здесь. У меня есть овердрайв, который было бы неплохо реализовать. Сейчас тиммейту раздам. Овер. Попробую здесь мамонта слить. Блин, 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 блин. Не успел, к сожалению. Ну ладно, хорошо хоть овер раздал. Сейчас овердрайв все равно быстро накопится. За счет забора подборчик вот этой точечки. И попробуем сейчас критически сразу хороший выдать по мамонту. Бах, хороший, 2700 залетает. И сейчас еще хороший выстрел. Ну ладно. Блин, сейчас крит будет. Нет, вот сейчас будет крит, да? Да, хороший крит. Можно практически всегда прочитать, когда будет критический урон. Там два выстрела. Если у тебя, например, после трех выстрелов нет крита, это ты должен точно знать, что на четвертый у тебя уже с вероятностью 90% критический урон вылетит. Но бывает, что крит вылетает и через один выстрел после крита. То есть вы даете крит, потом пустой выстрел с обычным уроном, и следующий тоже может вылетать уже крит. Два подряд крита, ну, пока что у меня было только с диктатора овердрайвом, да? То есть со стопроцентным критическим уроном. Поэтому как-то так. Ну, это чисто мои уже тестики, которые я заметил. 20 киллов за полбоя. 20 киллов за полбоя, друзья. Это отличнейший результат. И пока у меня все получается, до срочки здесь не пахнет. Это значит, что мы можем примерно где-то на 35 киллов здесь суетнуть. Если суетнем до 35, будет вообще шикарно. 2 700 выдаем. Там с пробитием, да, играет молодой человек? Ну, давайте быстро поменяем. Поменяем устройство на корпус. В принципе, у меня все устройства есть. Зачем страдать? Здесь можно просто поменять быстренько. Практически 80% овердрайва. Это значит, что совсем скоро у меня уже оверс сейчас будет. Хороший выстрел сейчас даем. Отличный. Карный. Вот видите, у меня был крит. Потом выстрел без крита. И следующий уже тоже был с критом. Хороший результат для такого вот замечательного устройства. 1200. Сейчас, к сожалению, будет... Нет, не будет крит. Хорошо. А вот сейчас будет крит. Да. 2 700. По викингу шикарный урончик. 2 40 до конца. Попробуем сейчас вот ласпика ваншот. Но здесь ваншот не будет шикарно. Есть ваншот. И можно теперь еще здесь по викингам пострелять. Время пострелять. Так. И вот единственное, знаете, что плохо? Это то, что если вы прожимаете овердрайв на диктаторе, и у вас еще ддшка была как бы бустерная, то потом вы катаете без бустерной ддшки. Поэтому лучше всего ловить такой тайминг, что вы, например, прожимаете бустерную ддшку, затем сразу же прожимаете овердрайв, и чтобы у вас эта бустерная ддшечка стабильно на протяжении всей этой вашей расходки от диктатора овердрайва была повышена. А потом у вас просто как происходит кулдау, и сама ддшка, и ддшка, которую вы не проживали, у вас она также будет повышена. Да, то есть, ну ддшка будет обычная, а ддшка будет повышенная. Но это так чисто тоже. Мое видение определенное. Может кому-то что-то пригодится в этом плане. Так, ну что, 29 киллов. 29 киллов. Отличнейший результат. Пробуем еще накидать. Шикарные 2.300 еще залетают. Пробуем забирать точку на центре. Мы, к слову, практически без шансов выигрываем оппонента. О-ху-ху-ху! Хорошая залетает. Шикарная. Я даже, если честно, не ожидал, что такое может залететь. Но у меня уже 33 минуты до конца. До сороковочки долететь было бы вообще шикарно. Ну ладно, не буду я там, раз чел так не хочет и борется за эту точку. Давайте мы ему, так сказать, уже и подарим. Эту точечку. Единственная проблема в том, что у нас сейчас забрали 3 точки на одну. Даже не на одну минуту, чуть поменьше там. Но сейчас надо камбэкнуть. Надо камбэкнуть это дело. У меня еще, скорее всего, один будет замечательный овердрайв. И у нас будет отличная возможность все это дело закамбэчить. Крит не вылетает. Вот сейчас... Блин, следующий выстрел был критический. 35 киллов в 30 секунд. Мы потеряли все 3 точки. Блин, весь бой мы выигрывали. Весь бой. На протяжении всего боя победа была на нашей стороне. И под конец, в самый ответственный моментик, мы, к сожалению, проигрываем каточку. Ужас, ужас, просто ужас. Не везет, не везет, что я могу сказать. Но зато... Сколько киллов мы имеем? 37 киллов. 37 киллов. Дико молот с бландербасом. И еще... Как я уже сказал, не забывайте. Это диктатор. Это диктатор. И это саппорт постоянных ваших очков. Отличнейший просто результат. Просто великолепнейший результат для такой комбинации. Поэтому, друзья, что я вам могу сказать? Для всех тех ребят, которые не катают у нас с страйкерами, с дистанционным подрывом, да, то есть я в последнее время на дистанционке играю очень много и очень часто на диктаторе. Вот вам прямая альтернатива диктатора молот с бландербасом. Бландербас, который был у нас в этом челлендже. И еще... А, не, он уже закончился, да, на момент выхода видоса. Поэтому, если у вас есть такое устройство, берите, катайте, разваливайте. И, можно даже сказать, кайфуйте. При том, что, ну, ничего сложного нет. Ну, абсолютно ничего сложного. Вы можете даже просто там не думать, куда вы стреляете. Можете даже особо не прицеливаться. Ну, вот, дай бог, вы дадите там один выстрел 150 урона, второй там 100. Знайте, что следующий 100% вылетит с критом. И это будет жесткий крит, которым вы можете еще и прочитать угол. И с этого угла унести с расстояния всех оппонентов, которые там будут находиться. Да, там может быть два танка, может быть три танка. Ловите просто тайминг, ловите четкую угловую вот эту вот дробь и уничтожайте, разваливайте. Ничего сложного нет, вообще абсолютно. Ну, и, конечно же, спасибо тем ребятам, которые продолжают мне предлагать интересные комбинации. Если у вас такие тоже есть, пишите обязательно по этому поводу в комментариях под данный видеоролик. Также, друзья, не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал, если еще вы вдруг не подписаны. Ну, и нажимайте на колокольчик, друзья мои хорошие. Если будете нажимать на колокольчик, стабильно, без проблем, будете получать оповещения о новых видосах. И не будете пропускать новые, имбо-интересные сочетания, на которых можно по красоте разваливать наш матчмейкинг. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.